Франциско Инфанте Арана Франциско Инфанте Аран Франциско Инфанте Арана Франциско Инфанте Арана Франциско Инфанте Арана Но не любой может объяснить, что это значит. Малевич смог, как и многие его последователи. И это представляется примером концептуального искусства. Мне такое искусство казалось очень интересным и содержательным. Я тоже попробовал придумать что-то свое. Для начала я решил разложить большие геометрические фигуры на белой плоскости. Проект я назвал «Супрематические игры». Дело было зимой. Фигуру я положил прямо на снег, потому что я действительно играл в Малевича. Квадрат Малевича долго не выходил из моей головы. Я, наверное, завидовал гениальной идее художника. Но ведь квадрат может быть общей идеей. Он же существовал до того, как Казимир написал его. Так я подумал и сделал свои собственные версии квадратов. Я придумал историю странствий квадрата и цикл «Зимний квадрат». Почему только квадрат? Почему слава достается только этой геометрической фигуре? И вот родилась серия «Жизнь треугольника» и «Король треугольника». А вслед за ними моими героями становились спираль и крест, полосы и кружочки и различные другие формы. Лето же я тоже любил и солнце. Я вообще люблю природу и почти все мои работы сделаны на природе. Еще с детства я обожал всякие чудесные иллюзии. И это тоже стало моей взрослой идеей. Я конструирую иллюзии, нечто кажущиеся. То есть изменяю реальность разными хитроумными способами. Возьмем, например, зеркало. Оно всегда было инструментом магов и фокусников. Я, конечно, тоже мог им стать. И вот вам результат моих действий. Искривленные пространства. Конечно, это только понарошку и только на картинке. В действительности все осталось без изменений. Но я, как художник, почувствовал себя творцом собственной реальности. Не меньше. И так можно подытожить. Для существования моих опытов и их записи, так как мои объектные композиции недолговечны, мне требуется. Создать объект, который я называю артефактом. Что-то между артом, искусством. То есть придуманным и реальностью. То есть воплощенным. Придумать идеи взаимодействия между артефактом и природой. Выбрать уголок природы и участков действия. Соорудить объект на природе. Все сфотографировать. Исключительная важность подобного события определяет именно фотоаппарат. Это средство может показать всем результат моей работы и технический инструмент, позволяющий запечатлевать творческие мгновения. В результате фотография оставляет нам не только информацию о месте или объекте съемки. Она сама произведение. Очень важно, что фотография для меня это самый строгий документ. Поэтому я не использую фотомонтаж или коллажи и другие хитрые фотоприемы. Я никогда специально не резал и не склеивал фотобумагу. Или пленку. Не колдовал с химикатами и уж тем более не использовал фотошоп. Не потому, что я старомодный или просто не умею всем этим пользоваться. Я работаю с фотографией, но не занимаюсь фотоискусством. Все, что мне нужно от техники, это безотказный фотоаппарат, качественная фотопленка, сегодня цифровая камера, и качественная фотобумага. Так появились все мои работы. Теперь многие из них находятся в коллекциях самых больших и важных музеев России. И даже за границей. Есть они и в собрании моего любимого Пушкинского музея. И в собрании моего любимого Пушкинского музея. И в собрании моего любимого Пушкинского музея. И в собрании моего любимого Пушкинского музея.